мои дорогие привет вечер добрый вот только что помыла голову в расчесала мне сегодня уже нет сил в эфире чесаться и так два последних видео чесалось чесалось да вам все показывала вчера у меня был кератин это вот синяя банка это не какая-то синька это кератин я вам показала кератин тритмы те кто написал мне что это синяка я человека заблокировала ну что еще сказать так ладно сегодняшнее видео посвящено моей борьбе с деменцией и так те кто думает что у них не будет деменции разочаруются наверное когда узнают что это делать наверное неизбежное нет есть конечно люди вот я знала женщину но она до самого последнего дня не была деменции жила на 96 лет да ну это наверное редкость а у нас то знаете значит так я получила сообщение на свой дзен-канал деменция это у меня яблочное пюре сегодня узнал про новый признак деменции что может быть это признаком это когда мы идем не совсем ровно и можем потерять равновесие и упасть да кому не нравится как я ем на камеру алфидер зейн то есть не алфидер зейн а вообще до свидания кому не нравится и так вот так я борюсь деменции ментат можете прочитать что это такое да это хималая компания ни в коем случае да а если таблетки в оболочке есть без и то это не факт что оно поможет слушайте дорогие мне уже много лет я предпенсионного возраста дома ясен пень что деменция подступает а может уже поступила я не знаю я не врач и обследование не делала деменция на в разной форме начинается на по-разному это к сожалению естественный процесс да и так для тех у кого много яблок можно сварить пюре просто почистили яблоки просто с водой вскипятили все я раньше думала что в пюре нужно добавлять сахар нет я ошибалась сахар добавлять не надо никакие стихи я наизусть не учу а ну так вот да про мой комментарий уже деменция забываю понимаете там уже все как говорится комментарий получила что никакие эти не спасают заучивание стихов наизусть некоторые там боятся заучивание стихи наизусть это все как-то фигня и потом почитала еще раз на день и далее фигня реальная фигня заучивание стихов а кстати свекровь не сказала спасибо да что я хорошо принимаю ну еще бы у меня узнаете санаторий просто у меня санаторий тепло светло мухи не кусаются а то что прохладно ну и хорошо во первых у нее давление на пожилой человек во вторых шведы принципе маржи от природы во первых они маржи от своего проживания то что они не могут себе позволить веками так отапливаться и они во первых не могут позволить а во вторых у них все-таки не сибирь то сибирь ты не можешь из холодного климата выйти из холодной смысле квартиры с холодного дома выйти холод ты не можешь сейчас на улице минус один в мальмо я жил в мальмо мои дорогие минус один я выходила кстати утром был еще ноль как собака замерзла так ладно я доела свой пюре а то что ж такое ни разу с вами не поели на последнее время крица надо и совести не надо хоть поесть раз с вами так как надо на видео называть мукбанг пюре в общем короче мои дорогие процесс деменции неизбежно теперь серьезно да серьезно если неизбежен у кого-то раньше у кого-то он позже но если вот начинаешь замечать за своими родными близкими странности то надо конечно задуматься вообще надо и здоровье заказала себе грибы рейши сейчас они придут они уже пришли я сегодня пошла собирать деменция деменция пошла короче забирать другой магазин и получила сообщение что пакет мой пришел ну я радостная поскакала забирать их магазин на соседнюю остановку но они не могут не могут найти мой пакет в конце концов посмотрели еще раз на смс сколько так она же другом магазине твоя посылка короче другую сторону надо идти у меня уже сил не было горюка как замерзла меня не волосе у тебя другую сторону в общем так мои дорогие как это называется подкрался незаметно ну или заметно я уж не знаю как моем случае заметно или не очень подкрался но девочки и мальчики то что это неизбежно у бабушки моей деменция начала появляться не знаю сколько но 60 она у нее уже была она уже была и причем наверное таку а в хорошем состоянии то что бабушка моя про покойника плохо не говорят ну скажем так когда я сравнивала бабушек своих подруг которые были бабушки были праздные бабушки у нас были естественно у кого-то постарше у кого-то помоложе мы все были примерно одинакового возраста а бабушки были разного и я смотрела на других бабушек а я думала почему у них бабушки добрее чем моя почему моя бабушка мне нельзя это не шаг влево не шаг вправо почему я должна ну вот это по половице как говорится ходить одной половице тогда хотя мама моя утверждает что я делаю все что хотела ну вот видите да одна ситуация а мы на нее смотрим по разному у нее свой подход а у меня свой подход и я искал сказала сегодня мама мы не можем с тобой договориться об этой вещи у нас разное давай уже не будем это как говорится ну зачем да дело в том что не перебудишь другого человека читал дейла карнеги еще 100 лет тому назад и он говорил никогда не спорите с человеком потому что вы ему никогда не докажете своей правоту и так же вы никогда не примите его точку зрения вы останетесь при своем то есть дина человек с его точки зрения его очень тяжело это действительно нужно человека убедить статьи научные какие-то факты или какие-то другие исторические факты да но какие-то факт в любом случай чтобы человек как-то сдвинуть 100 . зрением Например, человек утверждает, допустим, он может быть 75 лет, у него может быть деменция, и он не будет говорить, что у него деменция. Такие случаи сколько хочешь. Когда человек укушкой боит откровенно, и доктор ему ставит диагноз, а он отказывается пить таблетки. Вот я вам рассказывала про самого первого мальчика, какой был у нас на занятиях в психологии, когда он пришел со своей семьей. Мама у него была врач, и наша преподавательница тоже врач, она подписала таблетки этому мальчику. Первый раз, и второй раз я сказала, почему вы мои таблетки не пьете. И на что вторая врач сказала, что вы ошибочно вы ставите диагноз, он вообще здоров. А там у мальчика было, там не надо было быть врачом, чтобы понять, что у мальчика это того самого. Вот, то есть даже таких людей тяжело убедить, когда они уже факты налицо, факты налицо. Даже эти люди не примут никогда точку зрения, очевидность для них, очевидность для них неочевидность. И что же тогда говорите, когда человек другой думает по-другому или видит ситуацию по-другому. Поэтому спорить там с кем-то, что-то кому-то доказывать смысла, по-моему, не имеет. И так же я говорю, вот, например, эти хейтеры набежали на мои последние видео про эменцию, про старость, эменцию. И я их, короче, это, сблокировала. И сколько бы мне вот люди не говорили, да, там, приятели, подруги по этому ютюбу, что вот, там, ты бы могла продвинуться этими видео, там, комментарии, хейтеры и так далее. Мне это не надо. Я давно приняла решение в своей жизни. Я не хочу таких людей. В моей жизни было много очень всякого трэша. Я не хочу какой-то еще трэш на своем канале. Я этих людей блокирую. Мне это не надо, продвигаться там этими хейтерами. Продвинусь я хорошо, не продвинусь я тоже хорошо. Потому что этот, как говорится, для кого канал? Я для канала или канал для меня? Спасибо ютюбу, да, этой организации, этим хозяевам ютюба, организаторам, да, что они нам дают возможность рассказывать миру про себя. Спасибо большое. А уж получится, не получится. Конечно, хотелось бы, чтобы получилось. Ну, а там уже как карта ляжет. Поэтому, мои дорогие, да. И вот деменция тоже дело такое. Такое, такое, такое. Чувствительное. В общем, рассказала я вам все сегодня. Все. Пойду я дальше. Снимать видео для Дзена. У меня на Дзене другие видео. Всех целую.